Недавно в прессе мелькнуло интересное сообщение об экспериментальном зимнем караване торговых судов через Волгодонской канал. В России на это мало кто обратил внимание, а вот американская пресса забила тревогу, ведь это ещё один признак того, что вместе с Ираном мы прокладываем новый, неподконтрольный западному миру торговый маршрут. И не только торговый, но и военный. Обо всём по порядку, как и о новых героях, расскажем после краткой сводки позитивных новостей. Очередная партия вертолётов Ми-8 МТВ-1 передана заказчикам в Петрозаводске, Томской области и на Камчатке. В Колумне открыто производство трубопроводной арматуры за 1 млрд рублей. В Кузбассе запущена новая лава с запасами более 4 млн тонн угля. В Москве – линия производства нетканых материалов. В Оренбургской области – молочный комплекс. В Москве открыли флагманский центр НИИ имени Склифосовского, который позволит увеличить количество операций более чем в два раза. Во Владимирской области – новую детскую поликлинику. Новые школьные корпусы построены в Липецкой области, Пензенской области и Якутске. Новая школа открыта в Новоалтайске, детские сады в Московской и Липецкой областях. Под Челябинском открыт Лицей информационных технологий. Если верить историкам, то первую попытку соединить Волгу и Дон предприняли ещё в XVI веке. Правда, не русские люди, а турецкий султан Селим II, отправивший для этих целей 22 тысячи солдат. Спустя всего месяц турки отступили, заявив по словам летописцев, что даже всем турецким народам тут и за 100 лет ничего не сделать. Вторую попытку предпринял Пётр I, пригласивший для руководства стройкой иностранного специалиста Иоганна Брекеля. Быстро поняв, что задача невыполнима, специалист сбежал, а канал так и остался лишь на бумаге. Только после окончания Великой Отечественной войны в СССР взялись за этот сложнейший проект и привлекли на одну из самых грандиозных строек страны около 1 млн человек. Канал длиной 101 км, включая 13 шлюзов и других сооружений, был построен, а великие реки Дон и Волга соединились по воле человека. Это способствовало развитию торговли и грузоперевозок, но имело и военное значение, ведь теперь корабли Каспийского флота могли переходить в Чёрное море и обратно. Таким же образом, другое грандиозное творение рук человека Беломор-канал даёт возможность кораблям Балтийского флота переходить в Белое море, и то и другое весьма востребовано в наши дни. Однако текущая ситуация в мире поставила перед нами новые задачи. И не только перед нами, но и перед Ираном. Мы уже рассказывали про проект мультимодального транспортного коридора север-юг, соединяющего Россию и Иран. В последнее время перевозки по нему активно растут, но наши страны готовятся к ещё более заметному росту взаимной торговли. А значит и возможности коридора необходимо расширять. Наши собственные СМИ невероятно скупы на факты по этой теме. Но американский Блумберг утверждает, что Россия направит 1 млрд долларов на расширение пропускной возможности Волго-Донского канала и рек. Действительно, ведётся проработка проекта «Углубление дна» на почти 500-километровом участке Волги от Волгограда до порта в Астрахань. Довольно давно дно углубительными работами у нас всерьёз никто не занимался. Поэтому последние годы суда были вынуждены ходить недозагруженными, чтобы просто не сесть на мель. Но каким бы глубоким ни было дно, зимой по каналу суда всё равно не ходят, так как он замерзает. Вот почему недавно и была осуществлена экспериментальная ледовая проводка судов с помощью ледокола «Капитан Демидов». В перспективе подобная практика должна стать регулярной и именно для этих целей в текущем году начнётся строительство первых российских контейнеровозов. Таким образом, после того, как Азовское море стало внутренним российским, а Запад отрезал нам привычные торговые маршруты, необходимость создания нового евразийского торгового пути неподконтрольного неприятелю вновь стала очевидной. А ведь у этого проекта есть и поистине грандиозное продолжение. Взаимная торговля России и Ирана действительно может вырасти в разы уже в ближайшее время. Недавно в Иране впервые подтвердили официально, что в марте ожидают поставку партии наших истребителей Су-35, вертолётов и ракет. Это говорит о том, что мы наконец-то перестали стесняться торговать, а значит, будут расти и объёмы по зерну, топливу, лесу, другим объёмным грузам, которые нужно быстро и дёшево перевозить. Но настоящий прорыв возникнет в том случае, если к нашему проекту «Север-Юг» подключатся Индия, Пакистан и другие страны Азии. Для этого и Ирану необходимо проделать большую работу на своей территории, чтобы довести грузопоток до своих южных портов. Он уже занимается модернизацией железных дорог в этом направлении, но стоит вспомнить о существовании российско-иранского проекта «Судоходного канала» протяжённостью 750 км, который соединит Каспийское море и Персидский залив. Разработан он был ещё в Российской империи в 1910 году, но революция заставила забыть о нём на долгое время. В 70-е годы иранские специалисты вновь обратились к советским с просьбой проработать маршрут заново. Работа началась, но была прервана распадом СССР. Ещё одна попытка взаимодействия была предпринята в конце 90-х, её сорвали американцы, пообещавшие жёсткие санкции всем, кто будет помогать Ирану в этом вопросе. В Иране ничего не забыли. Канал там называют «Иранской рекой» и сейчас, когда судьба снова сводит нашей страны, заговорили о необходимости его строительства. Это невероятно дорогой и технически сложный объект, но он позволит изменить всю сложившуюся систему мировой торговли. Готовы ли мы помогать? Американцы считают, что Россия и Иран совместно могут инвестировать 25 млрд долларов в этот проект и вероятность этого довольно велика, особенно если удастся привлечь финансирование других заинтересованных стран Ближнего Востока и Южной Азии. В планах Россия и Ирана увеличение товарооборота до 40 млрд долларов в год, поэтому проект вполне может окупиться со времени. Вашингтон крайне опасается такого развития событий, ведь оно грозит ему потерей контроля над ещё одним сектором мировой торговли. Ещё пару лет назад разговоры о судоходном канале Иранская река вызывали только скепсис – дорого и сложно. Но, кажется, сейчас пришло время вспомнить, что всю нашу историю мы только и делаем то, что многим странам и народам не под силу. Благодаря тому и живы. Далее о героях. В Барнауле едва не случилась трагедия. Ребёнок выскочил на пешеходный переход, в то время как к нему на большой скорости подъезжал автобус. Навстречу дорогу переходила и 17-летняя студентка Яна Татиева. Девушка машинально схватила мальчика за капюшон и остановила. В этот миг автобус пронёсся в том месте, где должен был бы оказаться ребёнок. Случившееся стало известно только благодаря случайной съёмке с видеорегистратора. Яну нашли сотрудники госавтоинспекции и вручили благодарственное письмо и подарки. А вот мальчика найти не удалось, вероятно, он испугался и не рассказал родителям о случившемся. Яна учится в местном кулинарном колледже и в это утро на 20 минут опоздала на занятия. Если бы не этот факт и не молниеносная реакция девушки, беды было бы не избежать. Настоящим ангелом-хранителем стал и 32-летний водитель автобуса Руслан Бураев в Санкт-Петербурге. Во время рейса он заметил, что у дороги лежит человек и бьётся в судорогах. Руслан остановил автобус, выскочил на улицу и оказал пострадавшему первую помощь, перевернул на бок и вытащил язык, чтобы тот не задохнулся. Тем временем пассажиры вызвали скорую помощь. Решается вопрос о награждении Руслана, но, по его словам, свою главную награду он уже получил. Проезжая ту самую остановку, он снова заметил мужчину, которого ещё недавно спасал, но на этот раз здорового и с улыбкой на лице. Никогда не проходите мимо чужой беды и не оставайтесь равнодушными. Берегите себя и своих близких. Мы желаем вам доброй и бодрой недели. Текст выпуска и первоисточники ищите на нашем сайте время-вперёд.рус. Благодарим каждого за помощь и добрые пожелания. Подписывайтесь на наш канал и резервные площадки в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм, чтобы не потерять на случай блокировки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова